немного на стол насыпаем муки и можем лепешечку это на стол и вот так вот растягиваем наш пирожочек вот сюда серединку ложим кладем картофельную начинку и защипляем вот таким образом время от времени наши пальцы обмакиваем муку всего такой пирожочек у нас красивый получился и где у нас вот так лежит мука присыпана мы вот так пирожочки будем складывать опять же макия опять сюда ложим вот такой вот кусочек теста вот так переворачиваем его и вот так вот расправляем руками все уберем ложку картофеля укладываем его в серединку этой лепешечки и вот таким образом опять залепляем вот еще один у нас пирожочек и рядышком рядышком с другим пирожочком складываем они могут быть немножко разного размера тем не менее принцип один и тот же опять вот так тесто растягиваем опять набираем ложку картофеля вареного нашей начиночки залепляем все пирожочек еще один готов и вот так вот все их лепим у меня есть разные рецепты теста и в следующий раз мы приготовим с вами по другому рецепту теста вот вот такое вот оно получается сейчас я вытащила немножко смешочка того видите оно липнет к пальцам насыпаем муки обмакиваю пальцы вот такой кусочек я уже отщипнула можно вообще очень обычным способом вот таким разделять на кусочки сразу опять обмакиваю руки и разделяю тесто на кусочки опять обмакиваю руки вот вот несколько кусочков так обмакиваю хорошо и опять так рукой пирожочки уже аж расплываются и нужно уже ставить сковороду чтобы их сразу начать жарить вот так делаем ведь лепешечки укладываем на все начинку так ведущие вот так лепешечку и вот так вот и все залепляем еще готов пирожочек пирожочек так в общем ставим теперь сковороду на плиту нагреваем растительное масло идут пузырьки значит масло разогрелось пирожочки которые мы налепили теперь укладываем температура температура у нас должна быть средняя для того чтобы тесто тоже пропеклось хорошо я не из всего тесто делать пирожки я не из всего теста делала пирожки а только часть остальную часть вы можете переместить в холодильник морозилку или просто в холодильник и на следующий день испечь новые пирожки уже с другой начинкой и они будут свеженькие и вкусные теперь их поджарим с обеих сторон как я уже прежде и говорила определяем по краю если вот здесь край появится золотистый такой оттенок то значит можно перевернуть пирожочек пока что золотистый цвет не проглядывается поэтому пока поджариваем вот теперь проглядывается золотистый оттенок теперь мы можем перевернуть одну вторую вилочку чтобы удобно было переворачивать и вот так переворачиваем посмотрите какой красивый цвет с другой стороны вот эту еще можно дать конечно поджариться рановато я перевернула теперь смотрим здесь дадим еще немножко поджариться потому что золотистый цвет есть но ненасыщенный а нам же надо чтобы тесто пропеклось так переворачиваем теперь пирожочки увеличились в размере вот этот пирожочек уже готов в принципе но все-таки поджарим вторую сторону получше если растительного масла маловато можно подлить потому что пирожки поднимаются в размере увеличиваются вот у нас поджарился пирожочек я в миску положу салфеточку чтобы излишек растительного масла впитывалось просто в салфетку пирожки такие румяные вот с другой стороны тоже поджарился поэтому теперь уже выкладываем в миску и излишек жира останется на салфетке еще одну другую сторону поджаривать пирожочки и укладываем теперь другие осторожненько берем со стола так как тесто такое липкое прилипает к рукам то нужно аккуратно взять его потому что оно также прилипает и к столу я подсыпала муку под них это все количество которое на сегодняшний день хочу испечь остальное тесто я уберу в холодильник и просто на следующий день сжарю другие пирожки круглой начинкой в общем чтобы они подрумянились с обеих сторон до золотистого цвета они конечно такие сытные, жирненькие но вкусные, очень вкусные вы можете также разогреть пирожок в микроволле или в духовке и съесть горячий пирожочек на завтрак, на ужин так снимаем теперь пирожочки со сковороды они хорошо прожарились перевернем эту вот так все сковороду выключаем и снимаем последний пирожочек вот такие вот пирожочки получились сейчас мы разорвем пирожочек посмотрим что как внутри выглядит итак берем пирожочек разрываем красота горяченький вкусно так как спасибо всем за просмотр этого видео заходите, подписывайтесь ставьте лайки и всем до следующей встречи пока